В преддверии Всемирного дня донора на Люберецкой станции переливания крови организовали необычную встречу. Встретились доноры и пациент, которому они спасли жизнь. Сегодня здесь говорят спасибо людям, которые сдавали донорскую кровь специально для Владимира и Жендеева. В апреле прошлого года мужчина получил на работе серьёзную травму. Я работал на складе. Во время выгрузки машины я попал случайно под погрузчик, под колёса. Он переехал обе ноги, очнулся в реанимации. Говорили, что кровь много потерял. На месте происшествия и во время операции Владимир Михайлович потерял много крови. Врачи не давали никаких прогнозов. Учитывая характер травмы при большой кровопотере, любые медицинские вмешательства не будут иметь эффекта. Без своевременного восстановления объёма циркулирующей крови спасти таких пациентов невозможно. Пациент был экстренно обследован и в экстренном порядке взят в операционную, где выполнено оперативное лечение. Устранены вывихи, стабилизированы переломами аппарата наружной фиксации. В последующем пациент был переведён в отделение реанимации, где многократно проводилась гемотрансфузия, где переливалась кровь, перцетанная масса, плазма. Было много сложностей, но на фоне проведённого лечения нам удалось сохранить ему нижние конечности. В общей сложности Владимиру Ижиндееву перелили полтора литра крови и 900 миллилитров плазмы. В преддверии Всемирного дня донора он приехал на станцию переливания крови, чтобы поблагодарить. Донорам, конечно, большое спасибо. И лечащему врачу за операцию, за уход, за такое время я там приезжал. В Люберецкой больнице он провёл четыре месяца. Александр Кузовлев был одним из тех, чью кровь переливали Владимиру Михайловичу. В выездных донорских акциях молодой человек участвует с армией. Сегодня он снова в процедурном кабинете. Это его 39-я кроводача. Поначалу, когда первый раз, да, там и голова не кружилась. Сейчас, ну, сдал и пошёл. Слава Богу, то, что моя кровь кому-то помогает. И чтобы люди были здоровые, не болели и не кашляли, как говорится. Чтобы стать почётным донором, нужно 40 раз сдать цельную кровь или 60 раз плазму. Донором может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, у которого нет инфекционных заболеваний. Мы очень рады, что у нас есть такие люди, которые помогают другим людям. Если вы приходите и точно для себя знаете, что вы кому-то хотите помочь, вы приходите с паспортом и больше ничего не нужно. В городском округе Люберцы проживают 83 почётных донора СССР и 901 почётный донор России. В ближайшее время их ряды пополнит ещё 6 люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...